Это программа День с толком. Студия Ирина Корчагина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Снесут или отремонтируют. О судьбе второй, эвакуированный в Барнауле многоэтажки, жильцам расскажут через 10 дней, в каких условиях и в каких настроениях они сейчас находятся. Деньги отдали, а товар не привезли. И вряд ли уже привезут. В Барнауле десяток пострадавших от производителей мебели. Возможно, этим летом барнаульские музыканты смогут легально выйти на улицу, для них даже подготовят площадки. Но что для этого нужно? Вместо собственной квартиры раскладушка в спортзале, пара личных вещей и документы. Жители обрушившегося дома по адресу Советской Армии 54 экстренно эвакуировали еще вчера. А сегодня они привыкают к новым реалиям и очень надеются, что вернутся в родные стены. Наша съемочная группа побывала в пункте временного размещения жильцов. Шлак посыпался. Такая пыль поднялась. Где-то запорошило всего. Мы там как очагары были. Пока внутри дома прямо на голову сыпался потолок, летела штукатурка и трескали стены. Все жили привычной жизнью. Чиновники обещали всех расселить и предоставить достойное жилье, а люди ждали и терпели безразличие властей. С 2013 года дом на Советской Армии 54 считается аварийным. И только когда кирпичи посыпались снаружи, людей эвакуировали, вокруг дома натянули ленты. И теперь он под надзором полицейских. У нас четыре на ПВР, остальные уехали. Сейчас здесь никого нет. Среди тех, кто теперь живет в пункте временного размещения на базе детской спортивной школы, Тамара Сивцева. С парализованным мужем-инвалидом и любимым котенком она вынужденно покинула родные стены. Соцзащита сразу же посоветовала разместить мужа в интернат. А вы дедушку не будете оформлять в интернат? Я говорю, я 50 лет доживаю, говорю. Какой интернат? В общей беде соседи стали только еще ближе друг к другу. В спортзале их четыре. Любимого котенка пенсионерки помогли пристроить знакомой другой жительницы пункта временного размещения. Мария Федоровна тоже оказалась здесь, потому что идти оказалось некуда. А сыновья сами, люди семейные, живут на съемном жилье. Обиды ни на кого нет, говорит пенсионерка, возмущая только отношения чиновников. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние, и вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Потерпеть эвакуированным нужно всего 10 дней. За это время решится судьба их дома. Может отремонтируют, но скорее всего снесут. Так рассуждают жители. Следком тем временем возбудил уже второй за последние дни уголовное дело по статье «Халатность». Теперь по факту обрушения стены здания на Советской армии 54. А пока жизнь людей идет своим чередом. Вещи первой необходимости и надежда. Это все, что у них сейчас есть. Анна Рашагирова, Александр Андропов, день с толком. Надпись «Барнаул орденоносный» разместят на здании мэрии. На экране примерный макет. Выбор сделали из 30 домов претендентов. Решение принимали на совещание в администрации. Преимущество отметили следующее. Хороший обзор на въезде в город с нового моста. Не надо согласовывать монтаж, ведь здание и так в муниципальной собственности. И еще один важный аргумент. Здесь будут содержать надпись в должном состоянии, с чем возникали сложности на предыдущем месте размещения, на доме УЦУМа. Идею поставить символику и надпись на крыше мэрии озвучивали еще в декабре 2020-го. Другими наиболее популярными точками в городе считались пересечения Павловского тракта и улицы Малахова, террасы Нагорного парка и нулевой километр. Жителям Барнаула снова предстоит проголосовать за территорию для благоустройства. С 26 апреля по 30 мая горожане могут зайти на сайт загорсреда.ру и выбрать места, которые преобразятся. В столице края в нацпроект «Жилье и городская среда» включены 55 общественных территорий. За предыдущие три года благоустроили 11 из них. В основном за федеральные деньги. В этом году в результате общественного выбора будут прихорашивать Мизюлинскую рощу и сквер в поселке Южный. Все по списку. Асфальт, плитка, освещение, лавочки, площадки для детей. Голосовать за новую территорию можно будет на портале госуслуги и впервые на новой специальной площадке. Это сайт за.горсреда.ру, который позволяет отдать свой голос за территорию. Вообще будет достаточно масштабная, агитационная проведена работа. В первую очередь надо сказать, что у нас голосование запланировано с 26 апреля по 30 мая. За счет вот этих двух площадок мы надеемся, что количество людей, ну как минимум, будет в 2-3 раза больше, чем те 8 тысяч, которые набрали в прошлом году. Около 15 семей Барнаула и Пригорода собираются подавать коллективное заявление в прокуратуру. Они заказывали мебель в одной из фирм города. Деньги отдали, а мебель либо вовсе не получили, либо до сих пор ждут детали от нее. Треть семьи обратились в полицию, но там возбуждение уголовного дела отказали. Говорят, нет состава преступления. Многие уже отчаялись вернуть свои средства. Подробности у Татьяны Голубевой. Один из шкафов должен быть стоять вот здесь. Потолок, чтобы можно было в квартире жить. Светлана и ее семья переехали в новое жилье несколько месяцев назад. Однако большая часть вещей по-прежнему в коробках и мешках. Фирму по производству мебели они нашли в социальной сети по красивым фото. Да и отзывы были неплохие. Договор подписали, деньги проплатили сначала 40 тысяч, а за три дня до доставки, согласно договору, еще 20. И вот все сроки вышли, а заказ так и не пришел. Она потом отзванивалась. Вот у нас с ней получилось. Вот завтра. И завтра, послезавтра вам позвонят. Тишина. Я потом дальше глубже стала рыться в интернете. И нашла группу людей, которые писали, что уже вынесены были судебные решения. Кто-то подал решение. Кто-то уже даже не стал забирать исполнительные листы. Поняли, что деньги никто не вернет. Судебное решение на руках уже у другой Светланы, тоже жительницы Барнаула. Спустя более чем полгода двери шкафа-купе в их семье заменяет штора. Часть мебели привезли, правда она не вся сразу подошла, да и сроки тоже постоянно затягивались. На первое, впрочем, как и на второе судебное заседание ответчики-мебельщики не явились. Но на моральные ущербы, штрафные от фирмы, семья рассчитывает. Теперь дело за приставами. А в полицию вы никуда не обращались? Мы обращались в полицию в декабре месяце, когда это все только началось. Мы нашли наших друзей, как можно сказать, по несчастью. В WhatsAppе списались и поехали всей дружной компанией в отдел полиции. Написали заявление, на что, к сожалению, ничего нам не последовало. То есть нам сказали, что они добросовестные люди, работают по договору. То есть претензий у полицейских к ним нет. Мы решили лично пообщаться с добросовестными людьми и заехать в тот самый цех по производству мебели. С первого взгляда он оказался мало похож на производственное помещение. Единственный сотрудник встретил нас, мягко сказать, недоброжелательно. Ну, идите отсюда. Я вас сюда не приглашал. Ясно. Ну, а вы тут работаете, делаете мебели? Нет, да. Дальше звук мы не записывали, но диалога не получилось. Впрочем, на не самое доброжелательное общение сетовали и люди, которые сотрудничали с фирмой. Потом уже это все перешло на нецензурные выражения. Ну, тем самым, конечно, вот эти все моральные страдания. Я побаиваюсь реального. Скажу. Что это могут быть какие-то... Да, это могут быть какие-то. Личные разговоры, цитировать, наверное, и комментировать, с моей стороны будет неправильно. А вот порядок действий правильный такой. Собраться, подать жалобу в прокуратуру, тем, у кого акты уже отказные. Вот. Остальным собраться и подать коллективное заявление правоохранительные органы. Имеет смысл обратиться и в администрацию президента. Как минимум, они там ничем не помогут, они также спустят это на местные органы правоохранительные. Но на контроле будет. И такие поручения особенно тщательно исполняются. Это вот такой лайфхак, можно сказать, наш. В городском МВД нам по телефону пояснили, что к ним поступало три обращения с жалобой на этих производителей мебели. Всем отказали, пояснив. Состава уголовного преступления здесь нет. Кстати, каждый день группа пострадавших, созданная в интернете, становится все больше. Люди уже готовы к совместному походу в прокуратуру, но продолжают звонить в фирму, надеясь, что трубку на другом конце провода когда-нибудь все-таки снимут. Это привычная история, она никогда не берет трубку. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Громкое дело о сбытии пищевого мака продолжают рассматривать в Центральном районном суде Барнаула. Алтайского предпринимателя и двух его продавцов обвиняют в контрабанде. А между тем, федеральные эксперты-химики в очередной раз напоминают правоохранителям и в целом правосудию, что пищевой мак официально не является наркотиком. На очередном слушании нашей съемочной группе запретили видеосъемку, но мы пообщались с обвиняемыми после заседания. Какие настроения у алтайских маковых баронов, сейчас расскажет Валентина Аскерова. Валя, привет. Привет, Ир. Настроения у подсудимых, естественно, не оптимистичные. В оправдательный приговор они уже не верят. Но обо всем по порядку. Уголовное дело алтайского бизнесмена, который возил пищевой мак из Казахстана на Алтай, тянется с 2019 года. Обвиняемый Сергей Сиренко за это время неоднократно просил вызвать в суд следователя, который вел его дело. На предыдущее слушание следователь явился, но допросить его не успели. Ночную ставку перенесли на следующее заседание, на которое он уже не пришел. А ведь к нему обвиняемого множество вопросов. 21 января забрали автомобиль, не опечатали, поставили его к себе на стоянку. А 21 февраля решили пойти обратно и поискать, не пригласив для этого понятых, вообще никого. Поискали и обнаружили дополнительные наркотические вещества, говорит Сергей. Прикрепили их к уголовному делу. А ведь это грубое нарушение всех процессуальных прав, заявляет мужчина и приводит пример. К примеру, человек продает наркотические вещества, оперативники его не могут поймать, ну предположим, да. Вот ловят, ловят и никак. Он по сути преступник, потому что он продает, да. Потом они его поймали, а в карманах ничего опять не обнаружили. Взяли ему и натолкали полные карманы, посадили. То есть посадили преступника, а тот, кто наталкивал полные карманы, он кто. Напомним, на таможне у Сергея изъяли 272 упаковки пищевого мака. А на экспертизу почему-то отправили 275 пачек. Это следует из документов дела. Там выявили следы маковой соломы, а это наркотическое вещество. Сергей уверен, что экспертизу провели не по ГОСТу. Назначили повторную, вот только провело ее тоже ведомство, что и первое. Результаты поменялись незначительно. А вот в громком маковом деле с бизнесменом Сергеем Шиловым из Брянска, он сейчас помогает нашему обвиняемому в защите. Экспертизу мака провел не госорган, а сотрудники Пензенского НИИ Ольга Зеленина. После этого, кстати, она стала фигурантом уголовного дела. Ее обвинили в пособничестве к отрабанде и сбыту наркотиков. Очень удобно. Нашел килограмм мака, в котором 1 грамм маковой соломы с орной примеси. Называешь весь килограмм маковой соломы и отчитываешься как за обнаружение наркотических средств в особо крупном размере. То есть это приносит дивиденды, вагоны. Обвиняемые в сбытии пищевого мака так же, как и все мы, строили планы. Но они рухнули. Тогда Ребетюцкая, которая продавала пищевой мак в магазине «Сиренка», мечтала выйти замуж. Но уже несколько лет женщину судят по особой тяжкой части статьи 228. Ей грозит от 10 лет лишения свободы. Про мечту пришлось забыть. Что я буду мучить человека все эти годы? Это моя жизнь остановится. Ему-то надо будет идти дальше. Я же не могу ему приказать, езди ко мне, чтобы вместе со мной он остановился. Мы даже не можем создать полноценную семью. Мы хотели дочь. Конечно, мы ее так и хотим, мы планируем, эту девочку. Ну, а что я ей дам, этой девочке? Куда она будет приезжать? Для всей жизни. Завтра состоится очередное слушание. Оно обещает быть долгим. Обвиняемые рассчитывают задать вопросы следователю и заявить ряд ходатайств. Вы чувствуете, что есть цель посадить? Ну, конечно. План-то им делать надо. А между тем, троица, которую судят на Алтае, не верит в положительный исход дела по пищевому маку, который, напоминаем, официально не входит в список наркотических веществ. И снова черные лесорубы. В редакцию телеканала Толк поступило сообщение о вырубках лесов в Бобровке. Причем рубки идут прямо в границах муниципалитетов, сотни метров от частных домов. Подробности в сюжете. Лес шумит, лесосека затаилась. Видимо, все, что нужно, здесь уже вырубили. В редакцию обратились жители Бобровки. Лес валят и вывозят в неизвестном направлении. Причем валят в границах муниципалитета. Через сотню метров за этой стеной деревьев, стены домов. Но про рубки хорошо знают в любом углу села. Лес вот дофига увозят. Так что и люди говорят, а никто не жалуется. Кому, говорит, пожалуется. Все. То есть много рубят? Ну, наверное, много, если лесовозы ходят. По восемь, по десять прицепами. Всяко. И ночью увозят, и днем, и всяко. Давно уже в этом селе живу, как-то этого не было. Это в последнее время стало проявляться. Ну, как бы неприятные ощущения. Они, наверное, не сплошные, но, тем не менее, как бы заметно это все. Рубки действительно не сплошные, но абсолютно законные. Об этом говорит заместитель директора Бобровского лесокомбината Евгений Пугачев. Он даже выразил благодарность активным жителям, которые беспокоятся и проверяют. Например, этот участок заготовлен специально под вырубку застойных деревьев. Если вы посмотрите, да, то есть это деревья достаточно толстые. И убираются именно спелые, перестойные деревья, чтобы дать максимальное питание оставшимся молодым деревьям. То есть каждое дерево фактически помечается? Да, конечно. Приезжают люди, специально обученные с лесным образованием. Целый год они проводят лесоустройство. То есть проходят каждый выдел, проходят каждый квартал. По словам представителя компании, лесная декларация на вырубку этой делянки подавалась в контролирующие органы заранее, согласно всем нормам. В Краевом управлении лесами подтверждают, работы согласованы. Вблизи села Бобровка проводятся добровольно-выборочные рубки. Это рубки, где вырубаются равномерно по лесосеке в первую очередь поврежденные деревья. Рубки осуществляет общество с ограниченной ответственностью Бобровский лесокомбинат на основании договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов. Как уверяют в управлении лесами, такие вырубки не несут лесному фонду ущерб. Наоборот, участок осветляется, что помогает восстановлению леса. Но, конечно, это и бизнес тоже. Срубленные деревья неплохого качества пойдут на брус, а те, что похуже, на дрова. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком. Маленькие, но уже мужественные дети. Пациенты психоневрологического отделения Краевого центра охраны материнства и детства. Но их будни – это не только процедуры, но и игры. Они очень нужны для позитивного настроя малышей. Для этого в отделение периодически приходят гости. Мужество с самого детства. Из-за серьезных заболеваний, эпилепсии, ДЦП, спинальной атрофии, эти малыши вынуждены проводить долгие недели в больнице. Попали в эту больницу осложнение после ОРВИ, защемление лицевого нерва. Очень я, если честно, была даже более грустно настроена. Лечение эффективное, врачи профессиональные. Елене повезло. Очень скоро она с малышкой поедет домой, ведь их выписывают. В четырех стенах девочка провела всего 10 дней. Говорит, не скучала, рисовала и играла с другими детьми. Почти детский сад. Ей тут нравится, она даже домой не хочет. А вы вместе, да, лежите? Ну вместе, да. У нее катетер стоял по уходу, считай, ребенок. Надо же помыться. Вот эти все процедуры, обследования. Чтобы дети не скучали, в отделение периодически приходят волонтеры. Сегодня из благотворительного фонда «Облака». Размяли тело, разомнем и ручки. Волонтеры вместе с детьми плели браслеты счастья. Мероприятие направлено на поддержку психоэмоционального состояния детей, которые находятся в больнице продолжительное время вдали от дома. И мы настроены на долгосрочное сотрудничество с краевоэклинической больницей. И мы всегда открыты к сотрудничеству и рады проводить мастер-классы ежемесячно. Как и все дети, эти малыши тоже хотят внимания, заботы, элементарного веселья. И такие встречи помогают разукрасить будни маленьких пациентов, чтобы жизнь не казалась вечным лечением, уверены их родители. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. Во время Кубка мира погребли в Барнауле опробуют идею уличного музыкального движения. И если она приживется к жителям краевой столицы, музыканты будут играть под открытым небом все лето. Об этом рассказал председатель Общественного совета по развитию туризма при администрации Барнаула Сергей Писарев. Сейчас в Совете как раз прорабатывают наиболее удобные для жителей места для уличной музыки. А работа в этом плане будет, конечно, главной ареной. Среди других площадок рассматривают Нагорный парк, Набережную. Сергей Писарев добавил, что эти точки города подберут таким образом, чтобы не мешать жизни барнаульцев в домах и квартирах. Известно, что заявки на выступление подал 21 кандидат. Среди них группы Yes Band, Волны, солисты Олег Жигулин, Анастасия Еремеева. И, кстати, еще один важный нюанс. Сейчас ведутся переговоры с организациями, чтобы музыканты смогли получить доступ к электроэнергии. Каждому из исполнителей нужно будет подключение. Допустим, кто-то просто с гитарой не надо, а кому-то нужно будет подключение аппаратуры. Поэтому сейчас идет проработка с управляющей компанией, с организациями, которые могли бы предоставить свою, так будем говорить, возможность обеспечения электроэнергии данной коллективы. Когда все вот эти вопросы будут решены, а я думаю, что мы их утрясем именно вот до мая месяца, для того, чтобы затем заявить о том, что мы этот проект начинаем. Надеемся, так и будет. А на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова